История с незаконным сжиганием мусора на свалке, расположенной вблизи деревни Горки, продолжается уже около года. Сотрудники полиции и отдела экологии администрации муниципалитета неоднократно выезжали на данный участок. Были выставлены предписания, юридическое лицо понесло ответственность, и материалы в то же время были направлены в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса привлечения юридического лица к уголовной ответственности. Данный земельный участок принадлежит Всероссийскому институту лекарственных растений, который сдал земельный участок в аренду. А уже управляющий на очередные земельные участки тоже разбили и сдают в субаренду. Данный участок принадлежит ООО «Инвестсервис», который по документам занимается перегрузкой. Но, как мы видим, на самом деле здесь происходит не только перегрузка, но и сортировка. Но спустя некоторое время от жителей ЖК «Май» снова стали поступать жалобы. Усиливается запах, как правило, по ночам. Экологи объясняют это тем, что днем дым поднимается вверх, а к вечеру при охлаждении воздуха опускается на жилой комплекс и деревни Горки и Белиутова. Мы пошли по старым, так скажем, точкам и просмотрели, с квадрокоптера облетели территорию и обнаружили здесь неделю назад снова сжигание отходов. Но уже не в печах, а еще хуже. В открытых бункерах под открытым небом. Сжигались древесные и строительные отходы, пластик. Выехали на место совместно с представителями правоохранительных органов Ленинского городского округа. Зафиксировали, составили протокол осмотра. Сообщили в Росприроднадзор опять же. Но до настоящего времени мер со стороны Росприроднадзора так и не приняты. Очередной рейд на место мусоросжигания был организован по поручению временно исполняющего полномочия главы Ленинского городского округа Дмитрия Баренова. Сейчас зафиксировали факты сжигания. Вот был на месте задержан автомобиль, который привозил эти отходы. И надо будет проверить документарно, какие на то были основания сюда завозить новые отходы. И на основании чего вообще здесь эта организация осуществляет деятельность. На сегодняшний день мы видим, что результата нет. Сюда как завозились, так завозятся бытовые отходы, бытовые и строительные отходы. И происходит сжигание. Во время проверки представитель собственника земельного участка рассказал, что они сдают в аренду данную территорию и не следят, что происходит на ней. Он заверил, что все договорные отношения с этой компанией будут расторгнуты. Мы настаиваем на том, чтобы ответственность была все-таки солидарной. Как ответственность понес собственник земельного участка, так и то лицо, которое непосредственно осуществляет здесь деятельность. То есть арендатор, инвестсервис. В течение недели нарушители обязаны вывести весь мусор с данной территории и предоставить отчет о проделанной работе в администрацию муниципалитета. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.